всем привет сегодня поговорим про двери про то какими должны быть в вашем доме межкомнатные двери вот вы какие себе выбираете кто-то выбирает стандартного размера кто-то не стандартного размера кто-то с филенками кто-то без кто-то классические кто-то минималистические а мы в свой проект выбрали двери резные и вот сейчас как раз таки про них и будет рассказ и конечно же мне будет помогать татьяна это руководитель проекта которая самого начала находится здесь и реализует и так сказать воплощает этот проект в жизнь таня привет привет давай расскажем нашим зрителям про эту замечательную дверь она ведь необычно буквально всем начиная от размера и заканчивая внешним видом но предлагаю я начать с рассуждений о том что такое двери ведь дверь то вот вот если вот вот так вот поговорить то что это такое это преграда из одного помещения в другое так что для нас еще двери ну еще для нас дверь это наверно просто красота это какой-то красивый предмет декора может быть декора в том числе ну да как который здесь и появился собственно говоря а еще наверно дверь это преграда из одного мира в другой но ведь мы когда заходим в церковь например то мы из светского мира попадаем в мир духовный и нам перед нами вот это вот дверь со своим вот этим вот великолепным порталом которая тоже нам о чем-то говорит как вы дорогие друзья относитесь к дверям которые у вас в доме да вот наверное вот про дверь это все что я хотел поговорить когда у каждой двери может быть своя история до зависит от того где она стоит для чего она служит и по двери мы можем тоже судить о помещении тех людях которые там находятся конечно бука старика какая глубокая история да и так мы в квартире это проект который называется галерея гламура и мы в прихожей собственно говоря с прихожей начинается вся квартира да как театр с вешалки и нас встречает вот это вот великолепная двери таня рассказывай как это красота здесь появилась наш заказчик очень любит путешествовать и был естественно в азиатских странах и у него там есть друзья и вот когда он был в одной из этих стран он очень вдохновился дверьми подобными они называются бухарские двери появились они еще тогда когда у людей высшего сословия были слуги и эти двери как раз ставились вот при входе в такие дома чтобы зовут такие ручки слуги открывали дверь ну и соответственно хозяин проходит туда вот и я не знаю чем именно понравились эти двери то ли это истории то ли все таки красота резной но заказчик захотел чтобы в его интерьере были такие красивые резные двери и ручной работы но вообще мы в этот проект собирали много вещей которые будут индивидуальные которые будут иметь художественную нагрузку галерея гламура как никак и в общем эти двери как нельзя лучше подходили к нам в интерьер они вот еще не совсем закончены нас еще ждет обналичка и с ними своя история которая сейчас кстати вы тоже узнаете так и хочется сюда поставить двух ребят таких персидских одеждах с копьями чтобы они стояли по краям этой двери и открывали эту дверь хозяину давай помогание открывай вот так вот она открывается и хозяин проходит в апартаменты именно поэтому с обратной стороны нет никаких ручек и потому что делают все слуги да потому что сам хозяин не закрывает за ним двери закрывают слуги замечательно вот все таки надо поставить этих двух парней чтобы они открывали и закрывали но у нас там как вы видите помещение заканчивается и на самом-то деле это у нас гардероб нас там будет много шкафов и одежды но пока их нет закроем дверь да пока их нет закроем дверь на самом деле эти двери для нас больше как произведение искусства которые появились в общем вот в нашем доме мы нарисовали проект в этом проекте резные двери и вот а чё будем делать где заказывать данном случае двери были уже с поставщиком от заказчика то есть это его были знакомы которых он хотел заказывать и нарисовали именно те двери которые они могут сделать пока суть до дела пока был дизайн-проект потом реализовывалась квартира там все стройка ремонт он передумал у них заказывать мы не знаем почему передизайнером стал нелегкий выбор а что же тогда так как двери здесь были центральным элементом которые притягивают взгляд мы прям заходим с прихожей но с входной двери видим их то очень трудно было подобрать какие-то другие не менее красивые эффектные двери но тем более они нам подходили и по форме и по пластике по цвету интерьер практически строился вокруг этих дверей поэтому трудно было ну как бы самую главную единицу то и заменить и на самом деле замены как таковой и не случилось потому что то что мы хотели предложить это были бы двери за мдф те которые можно выполнить там на заказ до любые но с прорисованными такими же элементами то есть все это должно было быть нарисовано а пока мы сравнивали цены искали поставщиков у заказчика опять что-то поменялось он сказал окей берем берем старые ну мы конечно рады этому но надо сказать что эти двери делались и заказывались в узбекистане да и вот там какой-то местный умелец с резачками на коленочке или на верстачке не знаю как но вот это все сделано вручную то есть каждый узор вот все 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 вот это вот это делал не станок это делал человек и вот потом нам эти двери привезли и вот тут начались всякие чудеса значит во первых долго ждали конечно да сколько ждали месяца 4 наверное друзья двери из италии приходит быстрее чем резная дверь из узбекистана и так 4 месяца а сколько это стоило по моему 280 ну ничего мы циферку вставим в общем когда таня посмотрит цифр в голове много поэтому она не знает и так двери приехали я их сам видел кстати говоря участвовал вскрытие в распаковке так сказать мы их вскрыли они лежали по одной створке вот и такое знаете ощущение как будто гигантские нарды привезли в упаковке самое интересное началось с монтажа по естественно это был предварительно такой монтаж им предварительная сборка заказчик у нас сам отправлял размеры поставщикам и собственно мы в этом не участвовали то есть он строителя просто помея попросил померите высоту ширину и отправил все и ничего больше не спрашиваю хотя я просила там несколько раз контакты чтобы напрямую какие-то нюансы обсудили в общем что оказалось оказалось что когда их привезли поставили коробочка идеально встала но у нас есть верхняя перемычка у коробки и было нижняя перемычку кора кстати вот давай покажем вот он вот такой вот был порожек то есть вот дверь к нам приехала естественно с коробкой и вот это вот нижняя часть порог так называемый который должен был лежать вот здесь мы конечно же сказали нет 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 это ни в какие ворота ни в какие ворота не годится давайте убирать и вот начали переделывать убирать собственно почему вот кто-то скажет да как и заказчик собственно он сказал да ладно мне не мешает там порог сказал он но не мешает он пока вот стоит и через него не ходишь каждый день вот когда вы начинаете ходить это же гардероб это основное место где будут люди раздеваться то есть каждый день утром вечером и несколько раз в день вы приходите сняли там куртку шубу пошли через порог туда-сюда прыгать а если коляска а если там какие-то что-то что по полу нужно катить в общем это на самом деле большая проблема в квартире да но и с точки зрения дизайна и внешнего вида это преграда преграда для глаз о которую мы спотыкаемся чисто визуально и это нам очень сильно ограничивает пространство как барьер поэтому конечно от этого нужно избавиться и мы в общем до избавились до пришлось ее убрать и что какие последствия этого по высоте двери слава богу подходящий их немножко пришлось опустить но зато у нас появилась еще больше ширины как щель сверху которую мы закроем в принципе наличником вот в идеале конечно не должно было быть там ничего но хотя бы вот как бы малой крови обошлись оставим только там небольшую перемычку это вот обналичка которая должна обойти по кругу эту замечательную дверь прикрыть вот эти щели вот эти доски вот эти неровности то есть вот так вот она будет закрываться и в общем композиция завершится но когда был предварительный монтаж дверей примерили обналичку оказалось что она просто не подходит по размеру она больше выше и шире чем нужно но здесь то подходит а ну это вы кусочек верхней держите конечно и вот здесь вот уже видно что этот нижний срез ниже самой открывающейся да так как нужно подрезать верхнюю обналичку чтобы было красиво да и чтобы хороший был стык можно было бы отрезать в принципе взять и отпилить но у нас же есть рисунок красивый который мы не можем просто взять и на 4 сантиметра спилить поэтому сейчас мы решаем вопрос как это делать есть опять же несколько вариантов можно отправить производителем и они переделают либо мы ищем здесь кто может нам подобное но это к вопросу о дизайнерских ремонтах где всегда есть нестандартные решения и о нестандартных вещах которые появляются в интерьерах то есть это всегда такой нормальный головняк который приходит ну не всегда но часто лучше напрямую соединять дизайнера и производителя чтобы они могли обсудить те нюансы которые заказчик просто о которых может они подумают что это важно или неважно как это потом станет вот мы бы конечно все это запросили сразу и такого бы не случилось а еще у нас была интересная история которую сейчас таня расскажет поподробнее дело в том что когда эти двери открыли оказалось что они немножечко повреждены на них какие-то были царапины какие-то выбоины и было очень смешное объяснение поставщика что что было то расскажи так как это дерево это живое в живой материал ну и есть такие естественные дефекты с которыми в принципе сталкиваются все кто работает с натуральным деревом ну это нормальная структура дерева но по краям как раз ну здесь их не видно у нас были какие-то прям сколы сильные до которые наш поставщик объяснил это так вот у вас дверь целую неделю лежала в гараже у заказчика и говорит это крысы или мыши погрызли ваше дерево то есть на дверях есть сколы и производитель заявил о том что это мыши погрызли за неделю до недели упаковка собственно была осталась целая и в упаковке никаких дырок и нет все хорошо но вот такие могут быть разные отмазки у поставщиков вот в этот же момент он же говорит что это дерево настолько прочное ну как бы почему из них делают двери в азии а это чинара и они по идее стоят 200-300 лет которые не должны ничего с ними сделать а то есть вы можете взять дверь вы так ее ударить о пол и она не должна не сколоться не от колодца а то вдруг мыши погрызли мышка взяла и погрызла нам кусочек ну так или иначе этот вопрос решили дверь выглядит прекрасно мышей здесь больше нет прекрасное дерево чинара великолепная резьба и смотрите какие замечательные ручки то есть конечно же простая ручка испортила весь внешний вид конечно такие вещи безусловно украшают интерьер в нашем случае это дверь но в этом интерьере не только дверь будет здесь все много чего интересного и мы обо всем об этом конечно же расскажем пишите в комментариях понравилось ли вам или может быть у вас какие-то вопросы по этому поводу возникли вот ну а на этом пожалуй все всем спасибо ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик до свидания ну и добро пожаловать в удивительный мир дизайн